Здравствуйте, уважаемые подписчики и все, кто впервые зашел на мой канал. Снимаю видео о скрытых или секретных скидках на iHerb, которые будут длиться с 26 мая по 9 июня 2021 года. В данном видео я расскажу о рекомендациях специалистов, врача, диетолога, нутрициолога, врача клинической диагностики и фармацевта о том, какие товары они рекомендуют по скидках. И первая рекомендация это рекомендация от врача Nature's Plus Hemoplex 30 таблеток с длительным высвобождением. Она часто применяет эту добавку в своей практике и отмечает этот препарат, комплексный препарат с железом, с постепенным высвобождением, как один из лучших такого направления препарат, повышающий содержание железа в крови. Следующая рекомендация от врача это хондропротектор, это выгодный хондропротектор, состоящий из глюкозамина, хондроитина и МСМ. Вот в составе еще и МСМ. Следующая рекомендация от врача это ацетилкарнитин. Применяется для снижения веса и для повышения энергии. Часто применяется спортсменами во время перед тренировками. Следующая рекомендация от врача это смешанные токоферолы и токотреинолы с жиростворимым витамином С и липоевой кислотой. Это комплекс натуральных витаминов Е разнообразной направленности. Здесь альфа-токоферолы, бета-токоферолы, дельта-токоферолы, гамма-токоферолы, альфа-липоевая кислота, а также комплекс токотреинолов. Один из лучших и достаточно бюджетных витаминов Е, комплекса витаминов Е этого направления. Следующая рекомендация уже от фармацевта. Продолжает действовать акция на масло антарктического гриля с аксантантином, натуральным лимонным клубничным вкусом. О антарктическом гриле я снимала видео и в предыдущих скидках я рассказывала более подробно об этой добавке. Следующая рекомендация от фармацевта это витамин D3, также по суперакции. Здесь годовой запас капсул из рыбьего жира дозировки 5000 международных единиц со скидкой 50%. Также действует скидка на бренд Осло Омега. И фармацевт рекомендует нам рассмотреть покупки норвежскую Омегу 3 для детей, рыбий жир с натуральным клубничным вкусом. Скидка в размере 20%. Следующая рекомендация от фармацевта это гинго-билоба. Данный препарат улучшает мозговое кровообращение, а также кровоток в кровеносных капиллярах почек и глаз. За счет усиления кровотока эта добавка может усиливать эрекцию мужчин и благотворно влиять на женскую сектуальность. Гинго способствует повышению умственной работоспособности, улучшению памяти и внимания, снижению метеочувствительности, улучшает снабжение мозга кислородом и глюкозой, нормализует тонус артерий и вен, препятствует агрегации, то есть склеиванию тромбоцитов, является мощным антиоксидантом. Его взяли за эталон 100% по концентрации антиоксидантов. Для сравнения, другие растения имеют максимально 70-80%. Нельзя принимать гинго при пониженной свертываемости крови, гастрите и язвенной болезни в стадии обострения. Следующая рекомендация от фармацевта – это пиколинат хрома. Хром – это важнейший микроэлемент, который необходим для поддержания нормального уровня сахара в крови, помогает инсулину в адекватном обмене углеводов. В группе риска по недостаточности хрома находятся все любители кондитерских и мучных изделий, люди с избыточным весом и сахарным диабетом. Основные функции хрома следующие – нормализует уровень сахара в крови, снижает аппетит, чувство голода и тягу к сладкому, позволяет избавиться от лишнего веса, участвует в обмене жиров, снижает холестерин, регулирует внутриглазное давление, помогает бороться с усталостью и депрессией. Если вы очень зависимы от сладкого, то узнайте как минимум ваш уровень глюкозы и инсулина. Принимайте магний, омегу, витамин D, курсомихром и назитол. Избавьтесь от перекусов, для этого составляйте меню на день, уберите из дома и не покупайте то, что провоцирует вас на употребление сахара. Исключите алкоголь, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе – это ваше восстановление нервной системы. Если же вкусняшка попала в рот, не корите себя, а продолжайте двигаться к своей цели. Следующая рекомендация от фармацевта – это МСН, метилсульфанилметан, источник биодоступной серы. Применяется в схемах для укрепления связок, хрящей, уменьшения в них воспаления и, как дополнительно, хондроэтину и глюкозамину. Участвует в процессах регенерации кожи, улучшает выработку структурных белков коллагена и кератина, что важно для красивых, блестящих, здоровых волос, ногтей и кожи. Недостаток серы может быть при дисбактериозе и при нарушении всасывания белков. Суточная потребность для восстановления волос – 1-2 грамма в сутки. Следующая рекомендация фармацевта – это растительные ферменты Digestol. Пищеварительные ферменты широкого спектра действия неживотного происхождения подходят для длительного приема, поддерживают оптимальное пищеварение, способствуют максимальному усвоению питательных веществ, уменьшают газообразование и вздутие живота. Содержат в составе мяту и трифолу, необходимы при ферментной недостаточности, при нарушениях пищеварения, для быстрейшего восстановления после диареи, при залечивании кишечника, а также пожилым людям. Скидка 20%. Следующая рекомендация от фармацевта – женский пробиотик. Для поддержки здоровья влагалища и системы мочевыделения. Содержит эффективную дозу лактобактерий, плантару и паросы, которые способны подавлять чрезмерный рост кандиды. Эти два штамма вместе с демонозой и клюквенным инстрактом составляют запатентованную формулу для поддержки здоровья мочевыводящих путей. В пробиотиках используется собственная система доставки – микробак, которая в пять раз повышает стабильность и выживаемость пробиотиков. Не нужно хранить в холодильнике. Следующая рекомендация от фармацевта – это добавка для поддержки печени. Аналог всеми любимой добавки для поддержки печени – Ливер и Фреш от НАУ, которая сейчас недоступна для России. Полисин Ливер-10 данная добавка для здоровья печени ускоряет процесс вывода токсинов и лекарств из организма. Содержит экстракт расторопшей и уникальную смесь растительных веществ, которая обеспечивает поддержку здоровья печени. Можно принимать при антикандидной, антипаразитарной программах, жировом гипотозе, после употребления алкоголя для улучшения желчи от тока. Следующая рекомендация от фармацевта – это добавка для спокойствия и качественного сна. Помогает снять физическое перенапряжение, способствует достижению баланса мышечной релаксации и ментального покоя. Содержит ю-юбу китайскую, корень валерьяны, ашваганху, ромашку и мяту лимонную. Все эти растения применяются для релаксации, содержат кальций, магний в балансированных пропорциях, необходимых для правильного мышечного сокращения и расслабления. Для России, к сожалению, недоступен. Следующая рекомендация от фармацевта – это натуральный порошок спирулины, 240 граммов в упаковке. Достаточно большая и тяжелая упаковка. Спирулина – это одна из самых древних форм жизни на нашей планете. На протяжении миллионов лет не менялась и не эволюционировала, как другие организмы. В современной медицине данный продукт признан самым эффективным средством с омолаживающими свойствами. Причем средство абсолютно натуральное. Регулярный прием спирулины помогает избавиться от симптомов многих видов аллергии, таких, например, как аллергия на цветочную пыльцу. Снижает уровень холестерина в крови, регулирует кровяное давление. Благодаря наличию хлорофила, помогает очистить кровь от токсинов и укрепить иммунные системы человека. Следующая рекомендация от фармацевта – это добавка от депрессии. Улучшает настроение и самочувствие, поддерживает позитивное мироощущение. В составе зверобой – растительный экстракт, который используется в Европе многие годы. Геперицин – известный активный компонент, содержащийся в этом лекарственном растении, вступает во взаимодействие с определенными ферментами в головном мозге, ингибирующими работу нейромедиаторов, ответственных за хорошее настроение. Таких как серотонин, эпинефрин и дофамин. Следующая рекомендация от фармацевта – это витамин D3 в дозе 5000 международных единиц. Витамин D3 необходим для усвоения кальция и является незаменимой добавкой, обеспечивающей здоровье костей, зубов и иммунной системы, поддерживает здоровье молочной железы и толстой кишки. 50% населения северных широт имеют низкий уровень витамина D. По статистике у людей с дефицитом витамина D в 2 раза выше смертность и двойной риск возникновения многих болезней. Подходит для вегетарианцев и веганам. Следующая рекомендация от фармацевта – это бетаин гидрохлорид – 600 мг капсули. Бетаин гидрохлорид – это ферментный препарат для повышения кислотности желудочного сока, аналог аптечного ацидин пепсина. Кислотность очень важно наладить, так как ее адекватный уровень – это наша защита от болезнетворных бактерий и личинок-паразитов, поступающих из пищи, а также усвоения витаминов, минералов и белка. Косвенно указывает на снижение кислотности, тяжесть желудки после еды, вздотие и сжога, снижение аппетита, плохо усваиваются железо и другие микроэлементы. Непереносимость мяса, не получается набрать массу, тело или похудеть. Имеются проблемы с кожей, волосами, ногтями, а это иммунное заболевание, заболевание кишечника, пищевые непереносимости и аллергии. Из простых анализов, которые мы могут оценить, это КОПРОГРАММА. В ней будут непереваренные мышечные волокна, остатки непереваренной пищи, а также анализ крови на дефицит белка, микроэлементов, покажет такую проблему. Можно принимать по одной капсуле с белковой пищей для улучшения пищеварения и всем остальным людям. Следующая рекомендация от фармацевта – это ультрапробиотики. Это комплексная пробиотическая добавка, состоящая из 40 миллиардов дружественных бактерий, 11 разных штаммов и приобетическая клетчатка фрукта олигосахаридов из фруктов асаи. Поддерживает здоровье пищеварительного тракта и иммунную функцию. Следующая рекомендация от фармацевта – рутин, 500 миллиграммов в капсуле. Рутин входит в состав аптечных препаратов рутин и аскорутин. Он же витамин В, он же рутозит – это все биофлавоноиды. Как и все флавоноиды, он обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Активный метаболит рутина – тверцитин. Часто его называют аналогом рутина. Основные свойства следующие. Поддерживает эластичность сосудов, уменьшает хрупкость кровеносных сосудов, уменьшает проницаемость капилляров, поэтому его применяют при синяках, носовых кровотечениях, геморрои, варикозном расширении вен, уменьшают острое хроническое воспаление тканей. На поверхности сустава улучшают состояние хрящей и костей. Его можно использовать как вспомогательное средство при ревматоидном артрите. Улучшает кровообращение, снимает боль и тяжесть нога, уменьшает судороги. Рутин используется при отеках рук и ног, вызванных повреждением лимфатической системы, лимфодемой и остеоартрозом. Рутин стимулирует выработку коллагена и помогает организму правильно использовать витамин С. Улучшает чувствительность к глюкозе и инсулину, уменьшает давление с возрастом, тем самым рутин защищает от развития метаболического синдрома, предотвращает образование тромбов как в артериях, так и в венах. Прием рутина в сочетании с трепсином и бромелайном оказывает эффект, как тиклофенат или вольтерен, облегчает боль и улучшает функции коленного сустава у людей с остеоартрозом. Рутин широко изучается на предмет антимикробной активности. Он продемонстрировал активность в отношении ащерихия коли, протеиус вулгарис, шигелосонный, клепсиэла псевдомонада, бацилус субтилис, а также он обладает противогрибковым действием. Увеличивает глазной кровоток и оказывает восстанавливающее действие на функции сетчатки глаз. Рутин можно применять при комплексном лечении атопического дерматита, при ревматизме, геморрое, варикозном расширении вен, кровотечениях износа, синяках, гиповитаминозе, артериальной гипертензии, аллергических заболеваниях, кровоизлиянии в сетчатку глаза, для профилактики язв в ротовой полости, связанных с лечением рака. Четкой дозировки нет. Рекомендуемая доза рутина от 500 мг до 4 г в день. Считается, что в этих дозах рутин безопасен. Эффект рутина усиливается витамином С. Побочные действия следующие. Головная боль, покраснение, сыпь, расстройство желудка, аллергия. Следующая рекомендация от фармацевта – это лецитин. 1200 мг в одной таблетке. Лецитин – это строительный материал для нашего организма. Из лецитина состоит 65% печени человека, треть головного мозга и окружающие его защитные оболочки, а также около 17% всех нервных тканей нашего организма. Он обеспечивает эффективную поддержку печени в борьбе с повреждениями, вызываемыми вирусами. Лецитин повышает сопротивляемость организма, воздействуя консервантов, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Благодаря лецитину не происходит образование камней в желчном пузыре и протоках печени. Он помогает удерживать холестерин в растворенном состоянии, в результате чего холестерин не откладывается на стенках сосудов. Лецитин входит в состав нервных волокон, а значит борется с нервными срывами, повышенной раздражительностью, хронической усталостью. Следующие рекомендации для детей, ссылочки на них я оставлю внизу под видео, с целью экономии времени. Первая ссылочка – это магний для детей вишневого вкуса. Магний там в биодоступной форме в виде цитрата для активных, плохо засыпающих и перевозбужденных детей с нетошительными нарушениями сна при повышенной раздражительности, тревоге и повышенной утомляемости. Следующая добавка для взрослых – это химоплекс. Отличнейший комплексный препарат железа для поднятия ферритина и нормализации гемоглобина со всеми необходимыми кофакторами кроветворения. Об этой добавке я уже упоминала, когда рассказывала о рекомендациях доктора. Она рекомендовала этот же препарат. Он предназначен для тех, кто вечно мерзнет, тормозит, не имеет сил двигаться и жить. Кто имеет в своих анализах низкий ферритин, всегда его стоит сдавать, несмотря на хороший показатель гемоглобина. Ведь это запас железа в тканях, и его показатель должен быть около 50-100 микрограммов на литр, а не 10, как указано на бланке. Здесь ферритин находится в хелатной форме, не раздражает желудок и не вызывает запоры, максимально усваивается. Далее я укажу ссылочки на добавки для деток. Добавка для поддержания здоровья внутреннего уха. Она содержит специфический штамм пробиотиков Streptococcus salivarius K12 для здоровья полости рта, горла, ушей и общего иммунитета. Подходит для детей при частых заболеваниях в горлах, насморках и айтитах. Также внизу будет ссылочка на источник жизни, жевательные таблетки для детей со вкусом тропических ягод. Содержит высокий уровень витаминов А, С и Е, которые укрепляют иммунитет, а также цинк, обеспечивающий защиту организма. Также будет дана ссылка на постилки с цинком для детей в форме животных с натуральным вкусом мандарина. Это вкусные постилки для профилактики и при первых симптомах простудных заболеваний в легкой для усваивания форме. Еще будет дана ссылка на жевательные таблетки для детей с кальцием со вкусом ванильного мороженого. Это отличная питательная поддержка здоровья костей для растущего ребенка. И жевательные таблетки с витамином Д3. О витамине Д3 для детского здоровья упоминать не приходится. Он очень и очень и очень важен для растущего организма ребенка. А далее переходим к следующей добавке для взрослых. Это норвежские бурые водоросли Келп. Это бурые водоросли, источник природного йода. Йод является необходимым микроэлементом для правильной работы щитовидной железы. Он входит в состав тиреоидных гормонов, уменьшает риски развития рака молочной железы, снижает гиперэстрогению, то есть высокий уровень эстрогена и ассоциированное с ней заболевание, фиброзно-кистозную мастопатию, эндометриоз, аденому, отечность груди и ПМС. Особенности приема. Йод сочетается с добавкой из селена. Суточная потребность йода для взрослых 150-200 микрограммов, 250 микрограммов для кормящих и беременность. Для детей 90-150 микрограммов. Противопоказан йод при тиреоидоксилкозе и автономных узлах щитовидной железе. Следующая рекомендация от фармацевта – это лактобактерии ацидофилус. Они являются нормальной микрофлорой в полости рта, толстой кишке и влагалище. В желудке и тонкой кишке практически отсутствуют. Добавление ацидофильных лактобактерий к стандартной антико-хеликобактерной терапии в течение одного месяца улучшает переносимость антибиотиков, повышает эффективность эрадикации, уничтожения хеликобактер в пилоре. Лактобацилус ацидофилус применяет при дисбактериозе кишечника различные этиологии, заболеваниях полости рта, воспалительных заболеваниях рта, гласитах, автостных стоматитах, язвенно-некротических генгивитах, при дисбактериозе влагалища и орогенитального тракта, в том числе при воспалительных заболеваниях, мочеполовых путей, инфекционной и неанфекционной природы. Следующая рекомендация – это лист оливы, который обладает сильной антимикробной противовирусной активностью. Его можно использовать для лечения инфекций верхних дыхательных путей. Он снижает тяжесть и симптомы простудных заболеваний, поддерживает растительную иммунную систему. Следующая рекомендация – это противоаллергическое средство при насморке и чихании для детей от 2 до 12 лет. Ссылочку я укажу внизу в инфобоксе. Также средство от аллергии для детей будет указано внизу, ссылочка в инфобоксе. А здесь вы видите средство от головной боли. Натуральное средство, вызванное при боли, вызванной болезнью или стрессом. Для России недоступен. Еще одна добавка. Это железо с витамином С, с виноградным вкусом. 60 желейных конфет. Это витамины для взрослых. Витамин С способствует усвоению железа. Содержащийся витамин В12 очень важен для выработки красных кровяных телец. Имеет приятный виноградный вкус. И еще одна и последняя рекомендация от фармацевта – это мультивитамины и минералы для детей. В мармеладках. В мармеладке медвежата для детей с двух лет. Содержат основные витамины А, С, Д, Е, группы В, плюс цинк и йод. Приятный фруктовый вкус. На этом заканчиваю свое видео. Если оно было интересно для вас и если такая тема для вас интересна, подписывайтесь на канал. Ставьте, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать сообщения о выходе новых видео. А также сообщите внизу в комментариях о том, нужны ли вам такие обзоры. До свидания. Будьте здоровы.